Библиотека Ирина Загоролько, заведующая восьмым филиалом, и Инна Емщикова. Вы методист-психолог. Ничего не путаю, все правильно. Филиал номер восемь – это взрослая библиотека. Но, насколько я помню, там и люди с детьми приходят. То есть она такая семейная даже, можно сказать. Правильно? Ну, практически, да. То есть у нас идет обслуживание всех групп пользователей, включая и детей до 14 лет. Для них у нас тоже проводятся разные мероприятия, разные направленности, тематики. В частности, в прошлом году у нас стартовало для деток этого возраста в рамках работы нашей лаборатории творчества занятие в мультстудии. То есть мы с ребятами осваиваем мультипликационные технологии и также своими руками создаем мультфильмы. То есть это очень весело, необычно для детей, да и для нас тоже, потому что мы тоже вместе с ребятами учимся. Вот. То есть процесс этот сложный, и этим он для ребят интересен. Что как бы не вот пришли, послушали, встали, ушли, что-то посмотрели. А идет именно, что ребята сначала рисуют, разукрашивают, вырезают. Потом в процессе всего этого мы с ними создаем сценарий. Вот. Следующее занятие у нас заключается в том, что мы с ребятами еще раз продумываем сценарий, у кого какие роли, снимаем непосредственно сам мультик, монтируем его, озвучиваем, и потом все с удовольствием смотрим. То есть это прекрасно. А почему вы называете, так интересно сказали, пользователей, да? У нас теперь в библиотеке не читатели, а пользователи, получается? Ну, это чисто такой библиотечный термин, скажем так, чисто профессиональный. Конечно же, читатели. Конечно же, дорогие наши читатели, которые с удовольствием приходят к нам. И сейчас тенденция пошла такова, что читатели к нам приходят не только за книгой, но и как-то в библиотеке провести свое время. То есть поучаствовать в каких-то мероприятиях, просто посидеть наедине или с друзьями почитать книги, попить кофе в нашем кафе-кофе-чтении. Или же просто прийти, посмотреть кино и обсудить его. То есть вариантов много. Каждый находит по душе. Да, каждый находит для себя дело по душе. Но ведь получается, что вот если вот это вот как бы старое восприятие библиотеки, да, оно уже получается, оно неправильное, оно не по времени, да, что библиотека – это только то место, где можно прийти, взять книгу и взять ее домой или посидеть в читальном зале. То есть это какой-то комплекс, да, какой-то универсальный, где можно и с людьми пообщаться, и мероприятие какое-то посетить. На кого еще это рассчитано, да, помимо того, что с детьми вы занимаетесь? Потому что я знаю, что и пожилые люди к вам с удовольствием ходят, и для них это очень большая радость в жизни, да, и друг с другом встретиться, и из дома вообще выйти, и какое-то культурное событие посетить. Мы работаем для читателей, скажем так, молодежи, то есть от 14 до 30 лет, это у нас сейчас молодежь, чему мы очень рады. Вот для этой группы читателей вот у нас есть соответствующие программы, о которых вот более подробно может рассказать вот Инна. Она более с этой группой ребят работает и, скажем так, может более точно профессионально рассказать об этом. Инна, ну да, какие-то люди посещают библиотеку, что они там делают? Ну, если говорить как раз о молодежи, что же они находят в библиотеке, и очень интересное явление, как психология пришла вообще в библиотеку. Да, я хотела задать вопрос, мне дадить психолог в библиотеке, что он так делает? В библиотеке, что это такое? Ну, сейчас это все больше и больше популярность набирает, и теперь и психологи сами понимают, что книга и библиотека, и психология как таковы, они неотделимы друг от друга, потому что любой человек, даже не обращаясь к психологу, может получить эту психологическую помощь, то, что мы говорим, библиотерапия, общаясь с книгой. Ну, конечно, на это надо будет психологу самому поработать немножечко над этим, указать определенные ориентиры читателю нашему, на что обратить внимание, читая какое-либо произведение. Вот, и мы также организуем, и в ближайшее время у нас это все расширяется, проект «Арт-книга», который называется. Он направлен непосредственно на психологию чтения, на библиотерапию. Совершенно недавно, когда у нас отмечалась акция «Всемирный день больного человека», мы проводили акцию такую, которая называется «Книжные антидепрессанты». Акция проводилась впервые, и это было как раз направлено на то, чтобы расширить и популяризировать библиотерапию для всех слоев населения. Как правило, библиотерапия, она проводится для организованной группы пользователей или читателей, а это любой человек может подойти и себя в этом деле попробовать. Как это происходит с практической точки зрения? Если, допустим, у меня возникает какая-то личностная проблема, к которой я не хочу обращаться к психологу, ищу альтернативные методы, мои какие действия, что я должна прийти сделать? Ну вот эта акция как раз и предполагала назначение нескольких аспектов и элементов. Сначала мы измеряли свое настроение на градусники настроения, читателей. Да, потом им предлагался графический тест, по результатам которого они могли узнать свои положительные, отрицательные стороны или есть ли с чем поработать вообще в жизни. И по результатам диагностики студенты-практиканты медицинского колледжа имени Ляпиной выписывали им рецепт, книжный рецепт. Книжный рецепт, да. Специальные были подборки по литературе, они даже до сих пор у нас сохранились, так что если есть желающие, могут к нам прийти. Слушайте, замечательно. Давайте заманим еще читателей в библиотеку. Что от чего? Какие психологические, я не знаю, барьеры можно преодолеть какими книгами? Ну, как правило, как ни странно, да, страхи мы можем преодолеть именно читая ужастики и фантастику. Если у нас какие-то любовные переживания, то, соответственно, любовные детективы. То есть клин клином вышибаем. Да. Также поэзия хорошо работает, вот именно на любовную лирику, вот на этом. Какие-либо... Если у человека нет никаких проблем, но он все равно, допустим, чувствует, что у него как бы ухудшается настроение, он может для себя выбрать интеллектуальную литературу, либо почитать юмористическую литературу. Вот в этом направлении мы и работаем. Инна, есть какая-то универсальная книга, которая вот... Вот одна книжка от всех болезней, чтобы вот от всех психологических не урядиться. Я думаю, что книги такой нет, универсальные, но есть универсальный жанр, называется классика. Вот этот жанр как бы устраивает всех, и каждый в нем находит то, что по душе и от всех болезней, так скажем. Хочется затронуть вот какой момент. Не так давно после ремонта была открыта, да, библиотека, это на Николая Пановой находится. Наверное, очень вот, да, работники библиотеки, сотрудники, вы, наверное, больше всех ждали, чтобы она скорее открылась, чтобы в новые старые стены можно было вернуться и продолжать работать уже в полную силу. Это, конечно, потому что шел не только капитальный ремонт, шло полное масштабное переоборудование, не только интерьера и стены и так далее, но и полностью всей работы библиотеки. И в соответствии с тем, что получалось в процессе капитального ремонта, конечно же, хотелось как бы, не возвращаясь к старому, начинать что-то новое. И возникали поэтому новые идеи, новые проекты, новые программы, которые сейчас и реализуются. И вот, кстати, одно, скажем, из наших, ну, старое новое такое нововведение, это для людей, как мы называем, серебряного, золотого возраста. У нас работает клуб «Кивис», такой досуговый клуб, куда люди этого возраста могут прийти. У нас проходят мастер-классы, занятия по рукоделию различной тематике. Также литературно-музыкальные гостиные работают, литературные вечера с приглашением наших самарских писателей, поэтов. Ну вот у нас есть фрагмент видео, сюжет небольшой о том, как теперь выглядит библиотека после ремонта. Давайте его посмотрим и продолжим обсуждение. Смотрим. Пустые залы, тишина и книжная пыль в прошлом. Современная библиотека – центр общения, объединивший книги и компьютерные технологии. Русскую классику нужно читать только в книжном варианте и лучше в библиотеке, где особенная аура, считает одиннадцатиклассница Александра Скоробогатова. Приятнее в руках держать книгу, намного приятнее. И вот это вот ощущение, какой-то центр знаний. Здесь находиться, ну прям радостно, и чувствуется атмосфера науки, новых знаний. Восьмой филиал городской библиотечной системы в этом году празднует 55-летие. В дом на улице Николая Пановой библиотека переехала больше 20 лет назад. В прошлом году здесь начали масштабный ремонт. Обновили буквально все – от инженерных коммуникаций и фасадов до внутренней отделки. Установили кондиционеры, неразгораемые стеллажи. Полторы тысячи новых книг пополнили фонды библиотеки. На торжественном открытии даже в просторных залах было тесновато. Пришли и постоянные читатели, и новички. С книголюбами Октябрьского района встретился глава администрации Самары Олег Фурсов. В этом году Самара названа библиотечной столицей России. Год литературы в России. Для нас это очень почетно, очень престижно. Мы со своей стороны стараемся поддерживать этот статус. Более 40 миллионов рублей выделено на ремонт библиотеки в этом году. Ребята, приходя в библиотеку, должны с российской культурой, с самарской культурой знакомиться как можно глубже. Для этого все возможности вот в таких комплексах в настоящий момент созданы. А 14 и старше занятия и чтения по душе предусмотрены для самых разных возрастных категорий. В конференц-зале первая встреча с писателем Дмитрием Агалаковым. Такие литературные гостиные будут проводить постоянно в перспективе телемосты с европейскими библиотеками. Старшеклассники над чем-то спорят в компьютерном зале. Есть шикарный медиалаб. То есть это оборудованные места компьютерные, где можно реализовывать, писать свои проекты, делать разнообразную работу, да все что угодно. Есть информационно-правовое бюро. Есть и непрофильные направления. В кабинете творчества рукодельницы устроили мастер-классы. Для старшего поколения библиотека – место для душевного общения. Такой современный центр в Самаре не единственный. Еще один открыт в железнодорожном районе. Ведется реконструкция Самарской публичной библиотеки. Продолжится и обновление филиалов. Как показывает статистика, даже в компьютерный век библиотеки остаются востребованными. А такие современные набирают популярность. Смотрите, ну вот изменилось все, да, по сути. То есть старого вида, старого формата уже не существует в принципе и в целом. Как для сотрудников вот эти все трансформации, как воспринимают сами сотрудники? И что вы делаете для того, чтобы переобучить, перенастроить? Потому что бабушка-библиотекарша уже в прошлом, да, какая-то, которая вот только может подать книжку и поставить штампик в читательском билете. Вы теперь тоже нового формата получаетесь? Сами библиотекари и работники библиотекари? Ну тут нужно отметить, что библиотекарь вообще такая профессия, которая постоянно дает возможность самообразовываться и постоянно чему-то учиться новому. Потому что меняется время, меняются люди, меняются профессии и библиотекарь в том числе. Вот, конечно, сидя в таких стенах, как у нас, библиотекарь не ассоциируется с бабушкой в очках и в шале, а ассоциируется с креативным, модным таким человеком. В принципе, возраст здесь не имеет значения. Существуют различные порталы самарских библиотек, сайты. Мы берем опыт с российских государственных библиотек. В нашей системе наш методический отдел разрабатывает методическую литературу постоянно для самообразования. Именно наша библиотека, восьмая, обменивается опыт зарубежной библиотекой. У нас в прошлом году был налажен контакт Телемо с польской библиотекой в маленьком городе Сбоншень. И с удовольствием общались наши коллеги с коллегами этой небольшой польской библиотеки. И оказалось, что в принципе мы работаем одинаково, потому что мы работаем для людей. И формы, скажем, нашей работы, они не слишком отличаются. Это включается как традиционное обслуживание, то есть это непосредственно книга-выдача. Но тут нужно еще учитывать то, что иногда человек просто заходит, и он не знает, что... Вот ему что-то хочется взять, почитать, а он не знает, что... И сам не знает. Да, вот тут-то как раз библиотекарь исключительно не на свои вкусы основываясь, потому что мне нравится, человеку может не понравиться. Должен умело проконсультировать, должен умело подобраться, вот как с точки зрения нашей замечательной психолога, то есть угадать, почувствовать вот это настроение, и предложить человеку то, что ему действительно нужно и понравится. И это дает плюс к тому, что человек потом возвращается и берет еще и еще, и приходит уже не один, а с друзьями, с семьей, со знакомыми. Это самое приятное в нашей работе. Это самое приятное в нашей работе. Еще очень приятно, на мой взгляд, оказалось, я была в вашей прекрасной библиотеке, мне безумно понравилось, что наконец-то в библиотеке можно пошуметь. Потому что теперь это, да, мы говорим вот об этом новом формате, и есть у нас сюжет еще про вот как раз эти мастер-классы по рукоделию, которые происходят, но что интересно, сюжет мы сейчас посмотрим, но что мне очень понравилось. Когда мы приехали, помню, в зале, в конференц-зале, там и пели, и стихи читали, и все, что только вот могли, люди с удовольствием делали. Это у вас каждый выходной происходит? Или это каким-то конкретным мероприятием? Или можно просто прийти за книжкой, а попасть на праздник жизни? Вполне возможно прийти за книжкой, а попасть на праздник жизни. Но у нас есть группа ВКонтакте, Библиолаб 2015, можете заходить и там во всех наших мероприятиях узнавать. Уважаемые зрители, заходим в группу ВКонтакте, ищем мероприятие филиала номер 8, а сейчас смотрим сюжет о мастер-классе по рукоделию. Эти куклы способны увлечь всех вне зависимости от возраста, уверена художник Ирина Супрунова. Мастерить маленьких человечков ей нравилось еще в детстве. Вернуться к любимому ремеслу удалось, лишь выйдя на пенсию. Пластическая масса и специальные инструменты – так рождается новый член кукольной семьи. В кукольном мире миниатюра кукольная считается, это когда масштаб 1 к 12. Например, рост 15 умножить на 12, ну сколько там получается, там 170 сантиметров. Это нормальный человеческий рост. Эта кукла, она немножко больше получилась, и она не вписывается в этот формат, в этот масштаб. Поэтому она у меня как бы нестандартная, но она игровая. Видите, у нее руки-ноги гнутся, она может сидеть, стоять, принимать разные позы. Во Всемирный день рукоделия музеи собирают в своих стенах мастерить. В Самаре местом объединения стала библиотека номер 8. Помимо книги существуют и другие информационные ресурсы и источники, поэтому сейчас библиотека пользуется всем и пытается донести информацию до всех с помощью всего, скажем так. Но книга в любом случае всегда остается на первом месте. На праздник самарские мастерицы принесли свои картины, вышивки, украшения из бисера и вязаные вещи. В Поволжье рукодельницы занимаются сотни направлений декоративно-прикладного творчества. Вот скажите, насколько ваши посетители, читатели, пользователи, разными словами можно назвать, вот они пришли, да, вот как система, то есть мы же, получается, заманиваем, они пришли, ух ты, тут такое дело, да, и в следующий раз они и сами пришли, и семью привели, вы говорите, друзей, да, какими-то коллективами приходят. Дальше что вы с ними делаете, то есть становятся ли они вашими постоянными посетителями, заводятся ли, да, как это раньше было, читательский вот этот билет, как-то регистрируются они, то есть можно потом ходить и говорить, я почетный посетитель библиотеки. В нашей библиотеке есть три структурных подразделения, это зал художественной литературы, где собрана непосредственно художественная литература как отечественных авторов, так и зарубежных. Есть зал отраслевой литературы, где включена литература различной тематики, плюс еще и периодика, то есть это газеты и журналы. И есть информационно-ресурсный центр, как раз-таки это, скажем, одно из самых, скажем, посещаемых новых мест, где как раз-таки конференц-зал, где у нас и наш медиалаб расположен, где можно посидеть за ноутбуком, поработать, или просто посидеть в интернете. Есть кафе кофе-чтение, где можно с чашечкой кофе-чай. Да, кафе-библиотеки тоже прекрасная идея, я считаю, замечательная. Да. Вот. И в этом же кафе кофе-чтение у нас есть пока еще небольшая игротека. То есть собраны настольные игры, наиболее модные, наиболее интересные для всех. Всех. Вот. И вот в последнее время к нам вот приходит группа ребят, они из различных вузов, средних специальных учреждений, они просто к нам приходят, чтобы пообщаться и поиграть в настольные игры. Это вот уже как бы постоянно. Это прекрасно. Естественно. Мы не настаиваем, что вот пришел, записался в библиотеку. Нет. Вот. Люди, как правило, приходят, первый раз там, допустим, посмотрят, попробуют, мы только за, а второй раз они уже приходят и просят, запишите нас, пожалуйста. Для этого всего лишь нужен паспорт, и все. Сколько книг насчитывает фонд вашего филиала? На сегодняшний день фонд насчитывает более 22 тысяч экземпляров книг. Для библиотеки это много считается? Я просто не знаю, 22 тысячи это много или много? Ну, для нашей библиотеки это достаточно. Как подбираются книги? Кто принимает решение о том, что нужна нам вновь вышедшая какая-то книга или не нужна? Соответствует ли она какому-то уровню? Потому что наверняка же есть какая-то литература, которую... Конечно. Ну, не стоит, да? Да. Вот. Этим занимается у нас отдел комплектования новых книг, отдел ОКИО, который существует в нашей системе. Комплектация фонда происходит из учета требований, опять-таки, читателей. Не наших собственных, вот мы захотели. Ну и, конечно же, ну, как сказать, тенденциями времени, востребованности той или иной литературы. Вот. Конечно, не вся литература к нам попадает. Вот это понятно, что мы общедоступное учреждение, и литература, которая идет по федеральному экстремистскому списку, естественно, у нас этой литературы нет. Есть литература, которая сейчас... Вот мы для всех как бы работаем, да? Но есть литература, которая... Сейчас маркировка идет 18+. Такая литература, чтобы она у нас не попала в руки тем, которые ниже этого возраста, да, 18-, она у нас стоит отдельно. Вот. Так для всех все есть. А бывало за последнее время что-то, что какую-то книгу очень хотелось заполучить в свой фонд, да, и вот гонялись за книгами? Потому что раньше, я помню, при Советском Союзе гонялись за книгами. Сейчас такое что-то бывает подобное, что очень хочется, очень нужно, и вроде читатели просят, но такая редкость, что прям с большим трудом. Ну, конечно, бывает. Вот. То есть, конечно, нам хочется как можно больше модных авторов. Конечно, нам хочется, допустим, больше той литературы, которая наиболее читаема, или той периодики, которая наиболее востребована. Вот. Но тут нужно учитывать, что мы не одни в системе. У нас 40 филиалов, и поэтому всем тоже очень хочется. Конечно. Вот. Но, в принципе, то, что сейчас есть у нас в фонде, довольны и мы, и наши читатели. То есть, у нас есть выбор, у нас можно прийти, покопаться, посмотреть и выбрать то, что именно по душе. А вы сами все книги читаете? Или вот как... Есть тот человек, который вот перечитал все книги, которые есть в фонде? В нашей библиотеке. Ну, может быть, читал их давно. Ну, пусть, ладно, не берем профессиональную какую-то, да, литературу. Ну, художественную, допустим. Вот тот человек, который советует, вот приходит читатель, говорит, не знаю, что хочу. Я думаю, что это главная библиотека, конечно, Пугачева, Надежда Михайловна. Да, Надежда Михайловна. Она, как скажем, очень давно работает в этой библиотеке. И я думаю, что она, да. Большую часть. У нее все, что не спросишь, она в точку попадает. Человек, который ЕГЭ по литературе может подготовить, да, наверное? Да. Любого. И не только по литературе, скажем так. А если еще возвращаться к формам работы с молодежью, вот хотелось бы также остановить свое внимание на профайле. Это наш проект по профсамоопределению, профессиональному самоопределению учащихся. Так как сейчас школы озадачили очень сильно тем, чтобы наша профориентация была, и даже на федеральном уровне вышел такой закон, ну и Самарская область к этому подключена, мы решили создать параллельно школе такое направление и разработали проект профайл. Он рассчитан на седьмые, восьмые, девятые, десятые классы. Почему так говорю, седьмые, восьмые, девятые, десятые? Потому что между этими, казалось бы, близкими, но очень большое расстояние, границы очень большие возрастные, изменения в психологии молодого человека и так далее. И чем характерен данный проект для нас, потому что достаточно много таких проектов по профориентации, которые также реализуют в библиотеке, тем, что там могут заниматься как дети с ОВЗ, так и дети из группы риска. И именно вот эта вот инклюзивность и также под программа «Живая библиотека профессий» делают его вот таким вот уникальным и совершенным для нас. То есть если ребенок еще не совсем определился, кем он хочет стать, когда вырастет, да, вы ему каким-то образом можете в этом помочь? Да, совершенно верно. Вот хотелось бы остановиться на этой живой библиотеке, она как работает, то, что на каждого читателя, на каждого участника этой живой библиотеки заводится книжный формуляр, но туда записываются не книги, а специалисты, с которыми бы хотел пообщаться данный ребенок. Спасибо вам огромное, что пришли. Желаем успеха и развития библиотеки. И посетителей, пользователей, читателей, всех там ждем. Со зрителями прощаюсь до следующей пятницы. Проведите выходные, использую с удовольствием. До встречи. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова